Продолжаем чтение слов подвижнических преподобного Исаака Сирина из «Духовной сокровищницы». Мы с вами остановились на слове девятом о чине и уставе новоначальных и о том, что прилично им. Вот целомудренный и любезный Богу чин. Не обращать очей туда и сюда, но простирать всегда взор вперед. Не проразнословить, но говорить только необходимое, нужное, довольствоваться убогими одеждами для удовлетворения телесной потребности, пользоваться ястами, поддерживающими тело, а не для чревогодия, вкушать всего понемногу, Не презирать одного, а другое избирать, и этим одним охотно наполнять чрево, протяжи отметать. Слова «прочи же отметать» дополнены из древнего славянского перевода. Выше всякой добродетель и рассудительность. Вина же, когда нет с тобой друзей, или не имеешь болезни, или упадка сил, не вкушай. Не прерывай речи, когда говорит другой, не отвечай, когда невежда, как невежда, но будь тверд в уздании языка, как мудрец. И где бы ты ни находился, почитай себя меньшим всех и служителем братьев своих. Не перед тем, не обнажай ни одного члена своего. Не приближайся ни к чему телу без необходимой причины. Не позволяй, чтобы и к твоему телу приближался, кто без важной, как сказано, причины, Уклоняйся от верзости в речах, как от смерти. И сну своему приобрети целомудренный чин, да не удалится от тебя охраняющая тебя сила, ангел-хранитель. Где ты не спишь, пусть никто, если только можно, не видит тебя, ни перед кем, не извергая слюны. Если когда сидишь за трапезой, найдет на тебя кашель, отвороти лице свое назад, и так кашляй. Ешь и пей целомудрием, как по личным чадам Божьим. Не протягивай руки своей, чтобы бесстыдством взять что-либо из предложенного друзьями, друзьям твоим. А если сидит с тобой странник, раз, и два, пригласи его вкусить и предлагай трапезу благочинно, а не в беспорядке, сидя чинно и скромно, не обнажая ни одного из членов своих. Когда зеваешь, закрой уста свои, чтобы не видели другие, ибо если удержишь дыхание свое, зевота пройдет. Если входишь в келью настоятеля, или друга, или ученика, храни очи свои, чтобы не видели, что там есть. Если же понуждает к тому помысл, будь внимателен к себе, не слушайся его, и не делай этого, ибо кто бесстыден в этом, тот чужд иноческого образа и самого Христа, даровавшего нам сей образ. Не обращай взора на те места, в которых спрятана утварь в келье друга твоего. Тихо отворяй и затворяй дверь у себя и у друга своего. Никому не входи внезапно, но постучась от мне и спросив дозволения, потом уже войди благоговейно. Не будь тороплив в походке своей без необходимой потребности, заставляющей поспешить. Всем будь послушан во всяком добром деле. Только не следуй за любостяжательными, или среголюбцами, или миролюбцами. Да не явится послушание твое делом дьявольским. Беседуй со всяким кротко, смотри на всякого целомудренно, ничьим лицом не насыщай очей своих. Идя дорогою, не опережай старших тебя. А если друг твой отстал, отойдя немного вперед, подожди его. Кто не так поступает, тот несмыслен и уподавляется свинье, который нет закона. Если друг твой начнет речь с кем-либо встретившимся, подожди его и не торопи. Здоровый больному пусть заблаговременно скажет, сделаем, что потребно, никого не обличай в каком-то ни было проступке. Но себя почитай во всем ответственным и виновным при грешениях. Всякое низкое дело делать со смиренным мудрием, не отказывайся и не уклоняйся. Если вынужден засмеяться, не выставляй наружу зубов своих. Если принужден говорить женщинами, отврати лицо от зрения их и так беседуй с ними. А от иноки, от встречи и разговоров с ними и от лицезрения их удаляйся, как от огня и как от сети дьявольской, чтобы в сердце своем не остудить тебе любви к Богу и не осквернить сердце своего тину и страстей. Если они и сестры тебе по плоти, блюдись от них, как от чужих. Остерегайся сближения со своими, чтобы сердце твое не охладело в любви Божией. Вольного обращения, собеседованиями и хюнами, убегай, как дружба с дьяволом. Одного имей собеседника и сатаинника того, кто боится Бога. И всегда внимателен к себе самому. Беден в храме не своей, но богат тайными Божиими. Утаивай от всякого своей тайны, деяния и брани. Не перед кем, кроме крайней нужды, не сиди с открытой головой. Без накидки. Целомудренно приступай к исполнению необходимой нужды, как бы стесняясь хранящего тебя ангела. И совершай дело со страхом Божиим и принуждая себя до самой смерти. Хотя бы и неприятно было это сердцу твоему. Лучше тебе принять смертоносный яд, нежели есть вместе с женщиной. Хотя это будет матерь или сестра твоя. Лучше тебе жить вместе со змеем, нежели спать и лежать под одним покровом вместе с юном. Хотя будет это брат твой по плоти. Если идешь дорогой и скажет, кто из старших тебе, иди будем петь, послушайся его. А если не скажет сего, языком молчи, сердцем же словословь Бога. Никому ни в чем не протився, ни с кем не ссорься, ни лги. Не клянись именем Господа Бога твоего. Будешь пренебрегать? Будешь пренебрегаем? Сам не пренебрегай. Будешь обижаем? Сам не обижай. Пусть лучше гибнет телесное вместе с телом. Только бы не потерпела вреда что-либо душевное. Ни с кем не входи в суд, а незаслуженно осужденный терпи. Не возлюби душой свое что-либо мирского, но покорствуй игуменам и начальствующим. И от близких сношений с ними удерживайся, потому что это сеть, уловляющая нерадивых в погибель. Тебе, чревоугодник, старающийся угодить чреву своему, лучше уголь огненный вернуть в утробу свою, нежели печенье правителей и начальствующих. На всех изливай милость и от всех будь унижен. Храни себя от многоглаголания, ибо оно угощает сердцем мысленные движения, бывающие от Бога. Как мечущегося на всех льва, избегая рассуждений о догматах, не сходись для этого ни с питомцами церкви, ни с чужими. Не проходи истогнами гневливых или сварливых, чтобы сердце твое не исполнилось раздражительности, и душою твоею не возобладала тьма прелести. Не живи вместе с горделивым, да не будет действовать Святого Духа, действенность Святого Духа отъята от души твоей, и да не соделается она жилищем всякой лукавой страсти. Если же соблюдешь ты, человек, си предосторожности, и будешь всегда заниматься богомыслием, то душа твоя действительно узрит в себе свет Христов, и не омрачится вовеки. Христу слава и держава вовеки. Аминь. Дорогие друзья, мы с вами прочитали девятое слово преподобного Исаака Селина, очевидно, для монахов. Но как нам, живущим в мире, эти слова звучат для нашего унижения, укорения в том, как мы все далеки до начала покаяния и начала духовной жизни. Заметьте, конечно, многие могут сказать, о, это для монахов. Да. А для мерзких нет. Наоборот, эти слова еще больше, еще больше нас заставляют думать о том, что мы погибаем. Спасибо. 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 Спасибо.